Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас пивная тарелка. Мне так захотелось пива. Я сходила в магазин, который у нас есть во дворе, и заметила, что у нас там ни одного спиртного накидка. Я была немножко шокирована, думала, почему так? А потом мне продавщица сказала, что хозяин этого магазина очень верующий человек. Поэтому в своем магазине он не продает спиртное. Я раньше просто не обращала внимания, есть там спиртное или нет. Слава богу, у нас во дворе несколько магазинов. Я пошла в другое. Там уже все было. Купила там, там тоже небольшой выбор. Обычно в том магазине были спиртные напитки. Просто этот магазин выкупил какой-то другой человек. А он, видимо, верующий. Я сегодня должна была начать снимать видео в час. Но села снимать в три, прикиньте. Дело в том, что у нас внизу есть ресторан. Ресторан на свежем воздухе. Этот ресторан находится прямо под нашим домом. И с утра там прям дискотека. Такая громкая музыка, как будто поют у меня дома. Я подождала полчаса, час, посидела, порисовала. Лишь бы они заткнулись. Но нет. Все громче и громче. Хотя, ладно, там кто-то танцевал на свежем воздухе. Нет, никого нету. Просто включили музыку на все. Я решила спуститься вниз. Устроить синими разборки. Спустилась вниз. И, вы знаете, внизу не так сильно слышно, как у нас. Мне кажется, на высоких этажах слышнее и лучше. Хотя, я всегда думала, что чем дальше, тем хуже слышно. Наверное, музыка идет вверх или как сказать. Я не знаю. Не разбираюсь в этом. Кто разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я не знаю, как это все устроено. Почему я не могу снимать с музыкой? Для тех, кто не разбирается, расскажу. Если в моем видео присутствует музыка с авторским правом, то заработок с моего видео получает этот человек, у кого авторское право. То есть, мне ничего не доступно. Даже сверху вот здесь будут выходить подсказки, которые поставил этот автор. То есть, получается, я просто так снимаю видео. Я не могу никакую аналитику смотреть этого видео. Поэтому, либо надо покупать авторские права. Если честно, как это делается, я не знаю. Даже если я буду знать, я не знаю, какую песню они включат следующие. Поэтому я решила спуститься в очень культурной форме им объяснить. Там был диджей. Я поговорила с ним. На удивление. Очень культурный человек. Сразу понял. Скоро, вы знаете, никто не жалуется. И мы думаем, что вам не слышно. Возможно, действительно никто не жалуется. У нас просто возобращение такой народ. Даже если его что-то не устраивает, они будут просто молчать. Меня встретили очень хорошо. Как сказать, мужчина не стал со мной не ругаться, ничего объяснял, что мы тоже зарабатываем. Вот так вот привлекаем людей. Большой ресторан. Вы замечаете, говорит, тут не так сильно слышно. Я говорю, поверьте мне, у меня дома слышно, как вот рядом с этой колонкой. Вот. И мы друг друга как бы поняли. Мне очень понравился там и администратор. И слава богу, теперь я снимаю для вас видео. Без этой музыки. Точнее, эта музыка есть. Просто, когда я закрываю окно, прям слышно минимально музыку. И он еще мне сказал, что вот эти большие колонки, они стоят напротив нашего дома. И он говорит, можно вот так вот повернуть, чтобы музыка рассеивалась. Я говорю, я буду благодарна вам, если вы это сделаете. Я снимаю видео о кого-то маленькие дети. И вот удивительный момент. Почему-то на первом этаже не так сильно слышно, как, например, на девятом, на десятом. Почему так происходит? Для меня это вообще какая-то сказка. Я подумала, что это орешки. Решил взять. Хотя не знаю что. Это явно не орешки. Как хрустит. Этот ресторан всегда пел. Но всегда было более-менее терпимо. Не до такой степени. Видимо, они новые колонки купили. Приклеила диодную ленту. Но мне почему-то кажется, что без нее даже лучше было. Да. 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 Я всегда хотела добиться на заднем фоне, чтобы был такой, например, синий цвет. Или красный. Ну, Марина в некоторых видео видела. Тоже хотела. Я не знаю, как это сделать. Это, наверное, не при дневном освещении надо снимать. И давайте немножко поотвечаем на вопросы. Отвечаю уже на который вопрос этого моего подписчика-абонента недоступен. Всегда очень интересные вопросы задает. Привет тебе огромный. Айка, твой парень знал о твоей блогерской деятельности во время знакомства? Если нет, то как он отреагировал, когда узнал? Изначально он знал. Насколько я знаю, знал. Даже на первом свидании первые его вопросы были связаны с Ютьюбом. Как тут все устроено? Как мы получаем зарплату? Кто нам платит? Сколько налогов мы платим? И так далее. То есть он знал. Я точно не помню, я ему рассказала об этом. Или он знал. Но я помню, что наше первое свидание мы болтали именно про блогинг. Он задавал много вопросов по этому поводу. Не знаю, было ли ему действительно интересно. Но он всегда говорил. И говорит сейчас. То есть его это как раз таки и привлекло. Не то, что он думал, блин, а на мукбанке снимать какой-то тупой контент. Он наоборот говорил, что, блин, как классно. У меня девушка блогер. То есть никогда против не был. Хотя, вы знаете, он очень ревнивый. Просто у меня аудитория. Не знаю почему. Но где-то 80% кто меня смотрит, это девушки. Поэтому так. Вы знаете, в этом году я приняла решение. Не знаю, как вы отреагируете. Но я решила, что я ухожу с работы. Вот. Не то, что меня уволили, я просто сама ухожу. У меня появился второй канал. Айка Бум он называется. И каждое видео на этом канале набирает последнее видео, так скажем. Активность просто бешеная. Прикиньте, за один день на меня подписались почти 3000 человек. 3000 человек за один день. Каждое видео набирает по 50 тысяч просмотров. Учитывая, что у меня всего 20 тысяч подписчиков. И не то, чтобы я жалуюсь. Просто бумажные сюрпризы. Это тот формат видео, который требует труда, времени. Чтобы сделать одну коллекцию. Хорошую. Я не делаю тяп-ляп. Кому интересно, переходите в инфобоксы. Смотрите мой канал. Наверняка вы уже видели. Кому-то интересно, кому-то нет. Я ни на кого не обижаюсь. Я все равно вижу, что источники трафика, люди, которые на меня подписываются, это не со второго моего канала. Это вообще посторонние люди. И мне очень-очень приятно. Я прям дышу этим. Реально. Мне настолько это все нравится делать. И когда у тебя просмотры растут. Когда на себя подписываются. Это безумно мотивирует. Я в какой-то степени начала меньше снимать мукбангов. И больше снимать именно на тот канал. Потому что он требует очень много времени. Что я решила сделать? Новый год 2022. Я решила начать с того, что я ухожу с работы. Я буду заниматься целиком и полностью ютубом. А как пойдет, так пойдет. Что получится, то получится. И это не связано с тем, что я там поругалась со своим доверным братом. Что-то произошло. Меня уволили. Нет. Просто у меня резко, резко просто взорвал второй канал. И я хочу хотя бы, не знаю, до лета посмотреть. Хочу рискнуть. Уйти с работы. Возможно, я пожалею. Не знаю. Брови посмотрите, какие у меня. Обалденное пиво. Ну, а папа говорит, в России вкуснее. Для папы все в России лучше. Аплодисменты. 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 Да, возможно, я пожалею об этом, но я хочу снимать и на этот канал, и на бумажный канал. Я хочу заниматься только блогингом. Это мне приносит деньги. Это мне доставляет колоссальное удовольствие. Если не получится, если не попрет, вернусь обратно на работу. Я специалист очень узкой сферы. Я не думаю, что я останусь без работы. Я знаю, вы начнете мне писать в комментариях, что не глупи и так далее. Сейчас у меня мама тоже категорически против того, чтобы я уходила с работы. А мама говорит, что блогинг это не серьезно. Сегодня есть, завтра нет. Ну, как показывает практика, я уже 4 года блогер. И ничего, люди смотрят. Вот, создала второй канал, он тоже очень хорошо набирает просмотры. Это, конечно, круто. Поэтому жизнь одна. Надо заниматься любимым делом. У меня будет еще больше времени, чтобы снимать для вас очень много бумажных видео. У меня очень много идей. Все, я съесть не смогу, но эти рыбки, это вообще прям с пивом топчик. Я почти все выпила. Посмотрите, на донышке немножко осталось. Будем уже закругляться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите ваше мнение по поводу вот этой ленточки. Как лучше с ней или без нее, или без разницы. Одно и то же. Мне кажется, одно и то же как-то не очень смотрится в кадре. Именно хотя в жизни классно. Особенно если выключен свет, смотрится круто. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.